Всем доброго дня! С вами канал Атмания и моя семья. Дима у нас пьет молочко. Да, такой серьезный мальчик и пьет молочко и уже танцует. Вчера соседи музыку вырубали вечером. Он здесь натанцовывал. У него прямо аж до утра осталось. Он все утро уже там скачет, танцует. Не успела заснять, как он сейчас танцевал. И хочу показать наш цветочек. Наш цветочек уже вырос. Зелененький стал. Уже начинает распускаться. Вот здесь вот этот росточек тоже подрос немножечко. Видимо он будет немножечко попозже распускаться, когда уже будет этот готов. Сверху очень красивый вид. Такие эти прекрасные листочки. Немножко мутновато. Было вот два. Когда я покупала, был только один. Не помню, по-моему вот этот. Потом распустился второй. Потом вот тут вот есть ножка. Вот этот он при переезде, по-моему, умер. И вот пошел третий. Будет четвертый. Пересаживала я его. Никто не пошел особо. Он только подрос, по-моему. Может быть не помню даже. Чуть-чуть. Че ты? Ты разговариваешь вместе со мной, да? Ты вместе со мной. Все? А чуть-чуть осталось. Не хочет. Ох ты какие мои. Давай танцевать тогда будем, Дима. Давай. Танцуй. Танцуй, танцуй, Дима. Давай, кружись. Кружись давай. Давай, давай. Кружись, кружись. Ой, молодец. Ой, молодец. Не падай. Ой, лёли, 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 лёлички, ля-ля. Танцуй. Плечиками, давай, плечиками. На. Ой, как некрасиво. Давай, давай, давай. Давай, давай. Прыгай, прыгай, Зима. Давай, пальчиком. Всё в рот тянет. Ля-ля-ля-ля-ля. Да, сорока, белобока, кашу варила. Чего? Давай, сорока, белобока, кашу варила. Деток кормила. Давай, давай, дальше. Загибай пальчики. Чего там? Чего у тебя там? Каки. Каки. Сейчас должны прийти. У тебя была каша с яблочком. Дима, у тебя там ракета, да? Ба. Ракета у тебя там. Ой, ой, да она двигается. Да, ба. Да, ты ходить можешь так учиться, да? Куда Дима залез? У Димы там домик. Опа. Вышел. И зашел. А зашел. В домик. И опять вышел из домика. Крите. Да. Домик у Димы там. И снова зашел, да? Ой, не едет. За колулочком идем мы. Давай, Женька. Не больно. Не едет она никакой у меня одной рукой. Моцельный. Нет. За колулочком мы идем. Там машины стоят. И мы не смогли проехать нашей большой коляской. Пройти. Не задев. Пошли за колулочками. Смотрите, тут так очень красиво. Наконец-то мы выбрались гулять. Целую неделю мы не выходили. Обычно по той стороне идем. А сегодня по этой. Здесь елочки. Скорый Новый год. Новый год у нас сегодня 2 декабря. Не знаю, как выйдет это видео. С опозданием, скорее всего, как всегда. Ой, какая мелочка. Красивая какая. Красивая. Снежок. А, видишь? Женька побежала. Очень скользко. У меня что-то мои сапоги стали скользкими. В прошлом году они новенькие были. Все было хорошо. Сейчас стали скользкие. Замечаю, что, едя с коляской, я очень подскальзываюсь. Коляска меня держит. Смотрите, как красиво. Травка. Дерево еще зелененькое. Ну, уже не зеленое, а коричневое. Травка здесь, смотрите. И снег. Какая-то красивая. Здесь елочка. Ой. Она была зеленая, по-моему, травка. А, ну да. В прошлый раз мы шли, она была зеленая. Где-то здесь, кстати, есть елочка, которую срезали пару лет назад. Верхушечку. Это та елочка, Жень, дальняя, да? А, вон она. Вон она, да. Типа шалашика. Песочек пройду. Так красиво снега, конечно, мало. Но уже красиво. Здесь у нас детская поликлиника. Вот в этом здании, которое вы видите. Но я там еще ни разу не была. Мы ходим в другую. Вот, вот эту елочку, ее срезали. Женя, а в каком году, Женя, не помнишь? Я хотела посмотреть на светку. А? Какие пошли? Она же в кристаллы расти, вот светка. А-а. В каком году, не помнишь? Сколько лет прошло? Года два, три, наверное? Три, наверное, да? Года три назад ее срезали. Тут вот. Видно вот здесь вот. Вот от нее пошла вот тут расти, тут. И вот она, в принципе, уже все равно тянется наверх. Уже высокая. Не такая красивая, как остальные. Сейчас мы посмотрим. Вот они, видите, дальние красивые. Это немножко другая. Она была поменьше тогда, немножечко пониже ростом. И ее спокойно так вот верхушку. Так вот верхушку срезали, унесли, а это осталось. Такие у нас люди в России живут. Ну, чтобы деньги не тратить, да и не покупать ночью. Людина любит, смотрите, красивая какая. Прям любоваться-любоваться на нее. Худенькая только. Какой снежочек. Сегодня, кстати, тепло очень. Я иду без перчаток. Мне прям жарко. Я надеюсь, я сейчас не поскользнусь. И вы не увидите. Ой, господи. Спотыкнулась. Не увидите неожиданно небо. Нет, летит, я надеюсь, у меня камера. Из рук. Тут дерево. Интересно, у меня листья опадут когда-нибудь. Они уже, в принципе, сухие. Сухие уже. Вот какой мы с вами путь прошли. Красотища. Пойдем дальше. Там вы уже все видели. Так, ну вот мы пришли с магазина. Уже дома. Вот купили. Тут светофоры купили. В Фикпрайсе побыла. В Фикпрайсе будет отдельный обзор на товары. А сейчас я вам покажу то, что мы купили в светофоре и в Магните. Так, ну вот сейчас я буду вам показывать, что мы купили. Это мы купили в Магните. Она стоила где-то 84 рубля, наверное. Где-то так. А, ну да, 84 рубля, да. Так, в Магните купили хлеб. Хлеб деревенский. Очень мягкий. Так, сейчас я... Вот так вот. Так, он прям вот такой очень мягкий. Так, хлеб у нас стоил 25 рублей он стоил. Вот так же купила я мороженое. Они стоили по... Так, я купила... А, 53 рубля. На них была скидка 53 рубля. 54 даже. Две штучки купила. Они уже в морозилке. Так. И я купила еще стаканчик за 23 рубля. Такой маленький. Для... Ну, потом его увидите, я декорировать буду. И чеки. Так, это мы купили в Магните. Ну, там... Да, получается, всего лишь немного. На эклеры я буду делать отдельный обзор. Какие они внутри. Потому что, так сказать, это довольно дешево. Но я помню, что я их, по-моему, пробовала. И мне понравились они. Здесь уже придавили кого-то. Вот. Их мы пока в сторону уберем. Пробуем. Так. Ревершель. Это в светофоре мы купили. Цену я не знаю. Потому что муж не сохранил чеки. Так. Халва это тоже в светофоре. Она стоила дешево. Здесь 500 грамм. Так, видно. 500 грамм. 38 рублей. Она довольно большая. И всего 38 рублей. Калву я люблю. Подсолнечная. Вот. По-моему, я похожую какую-то пробовала. Ну, потом расскажу. Так. Вот рубиар. Они где-то рублей 12 стоили. Вот рубиар овсяные. Там более еще пшеничные. И все, по-моему. Я взяла для хлеба. Давно искала отруби. Вот. Никак не могла найти. Вот они. А тут даже вот написано. Потому что цветофор. Вот. Для хлебушка. Так. По 20 рублей. Женя взял себе соус. По 20, по-моему. По 25 они уже в принципе жрали. Так. Масло. Масло. Так. Я за него платила. Нет. Мы просто по отдельности платим. Масло 53 рубля стоило. Здесь тоже 500 грамм. Я взяла на пробу. Проведу, наверное, отдельный обзор на нее. И также я хочу... Ну, просто его попробую, как оно вообще вкусное. И хочу из него печеньки сделать. Все-таки за 500 грамм. То есть и всего 50 рублей там с мелочью. Довольно дешево. Ну, его там оставалось не так много. Ну, в принципе, там оставалось. Да, были они. Вот. Ну, их хорошо брали. Поэтому я думаю, что может быть нормальные будут. Ну, мешок купили. Не знаю зачем. Вот. Беглайн. Что-то у меня муж на них подсел в последнее время. Вот. И купили наши любимые чебуреки со свининой и курицей жареной. Замороженные. Они где-то 75 рублей. Мы их уже брали, кстати. На них обзор уже делали. Там есть мясо. Вот. Ну, похоже, по крайней мере, на мясо. То есть не какие-то там жилки, а именно мясо. Сейчас покажу. Взяли две штуки. Они замороженные. То есть они замороженные, уже готовые. Вот. А, и взяла я 90 рублей. Вроде бы оно должно стоить. Такие вот разделочные доски. Но взяла я их не для разделывания, а... Короче, увидите. Надо мне было. Вот. Мне именно доска была нужна. Разделывать на них это... Нет, не особо подойдут. Вот. Они где-то стоили 90. Сейчас я их в чеке посмотрю. В чеке. Оно мне сказало, что 90. Вот. А вот. А 89. Ну да, 90 рублей. Вот. Пакет. Пакет. А, ну пакет рубль 60 стоил. Ну ладно. А то уж я иду, думаю при себе. Это, наверное, рублей 5 стоит. Думаю, у нас пакет хуже. Море этих. Так, и фрукта няни каша. 49 рублей она стоила. Ну, взяли 6 штук. Сейчас покажу. Вот они. 49 рублей. Взяли 6 штук. Тут, наверное, также 200 грамм. Не знаю сейчас. А, да. Вот 200 грамм. Сейчас собираюсь ребенка отучать от таких каш. Но они мне немножечко нужны. Потому что, допустим, когда я гречку ему даю, она, гречка вся распадается, разлетается в разные стороны. А когда вот одну ложечку добавишь, одну или две вот такой каши, то она как-то смакуется, так вот все вместе. И как бы не распадается. Из ложки не выскакивает. И потом неприятно, когда моешь полы и все вокруг в гречке. Или там в рисе вся кровать в рисе. Это все собираешь, это все прилипает. А вот с такой кашей очень удобно. Вот. И зашла, вот я сейчас нашла стакан, который купила в Магните за 23 рубля. К нему я хочу приделать подсвечник. Вот. Думала, хотела сначала два взять, потом взяла один. Не знаю, сейчас думаю, надо было два брать. Ну ладно. Вот. Будем его декорировать. Будет очень красиво. 250 миллилитров. 23 рубля всего стоил в Магните. У него, кстати, тоже была акция. Но без акции я не знаю, сколько он стоит. Вот. В принципе, это все. На сегодня наши покупки. Фиг прайс я сделала отдельный обзор, чего я там накупила. Ну вот. На сегодня это все. С вами был канал Артмания и моя семья. Подписывайтесь. Жмите на колокольчик. Пишите комментарии, какие продукты вы покупаете. В светофоре или в Магните. Какие вам нравятся, какие не нравятся. Вот. И всем пока-пока.